Сегодня в соответствии с выписанным определением суда на несколько адресов приехали сотрудники Службы безопасности Украины, главе соследователя, и проводят обыска в адресах. Так было бы ничего, если не проводят обыска, закон как бы допускает это, значит, если бы нужно было делать такое маски-шоу везде, которое можно было бы не делать. Мы, кстати, и так наше предприятие все эти документы раньше выдавал, мы сами заинтересованы, чтобы там было все в порядке, мы документы выдали, можно было бы приехать и просто взять эти документы. Нам надо сделать обыск, они что-то там хотят найти, я не знаю что. Они смотрят акваторию, ну, я не знаю, нырять туда будет или не будет нырять в акваторию, если корабли заходят, то, наверное, там что-то выкопано. Вот, значит, ну, самый главный вопрос заключается в чем? В том, что не было бы никаких проблем, мы должны действовать в соответствии с законом, есть же выловно-профессиональный кодос, который предусматривает все вопросы. Есть несколько аспектов. Первый аспект, как ведется следствие. На мой взгляд, следователи и государственные органы должны действовать в границах и способах, предусмотренных Конституцией. Это не я придумал, а 19-я статья, часть 2-я Конституции Украины. Так вот, она говорит, что нужно действовать способом, предусмотренным законом. В Главном профессиональный кодекс есть такая статья «Подследственность». Она определяет, какие органы занимаются какими делами. По статье 191-й части 5-й, это орган, который должен заниматься делами, это полиция. Вместе с тем дело ведет служба безопасности. Вот это вот возникает вопрос. Почему ведет тело служба безопасности, которая не должна вести его дело по последствиям? Это нарушение законности. Это нарушение Конституции. Это вопрос первый. Мы об этом обратили внимание, служба безопасности украины. Вопрос второй. Они пришли в частную домовладельную, директору контейнерного терминала, зашли туда, и проблем никаких нет тоже, у них был ордер. Я пришел сейчас как адвокат с ордером и говорю, хочу присутствовать, потому что он попросил на самом деле, чтобы был адвокат. Первый раз адвоката не пустили, второй раз я пришел, ордер предъявил, видите, вот у меня все ордер, предъявил адвокатское свидетельство о том, что я имею право, значит, и я говорю, что пожалуйста, извините, нет, значит, что я имею право подойти и присутствовать, оказать просто правую помощь. Вот следователь вышел и мне сказал редко, что вы знаете, мы вас не допустим, где ваш, он не знал, что сказать, придумал ерунду такую, где ваш договор? Я говорю, во-первых, вы откройте, пожалуйста, 50-ю статью уголовно-профессионального кодекса, адвокат, когда предъявляет документы, он предъявляет в качестве доказательства заключения договора ордер и свидетельство. И все. Значит, вот меня не допустили, я считаю, что это грубое нарушение Конституции. Что касается сути дела. Суть дела заключается в следующем. Значит, в 2005 году мы начали строительство причала. Для того, чтобы построить причалы, нужно было построить акваторию, потому что там операционная, потому что там было 50, 0,5 метров глубина, то есть 50 сантиметров практически. Значит, вот по проекту мы строили акваторию. Мы до этого писали документы о том, что, значит, министерство получили все разрешения, все согласовано с портом было, и написали, что когда-нибудь, очевидно, после того, как будет законодательство, мы договоримся о том, как нам будет производиться компенсация. Тогда не было законодательства по этому вопросу. Ну, ясно, что если мы выкопали акваторию, и порт бы ее, значит, использовал, а корабли входят непосредственно, подходят к причалу, и корабельный сбор берется только тогда, когда судно подходит к причалу. Просто так суда не катается по акватории, не берет за это корабельный сбор, а только если судно идет на выгрузку к причалу. Так вот, тогда не было законодательства, как это нужно решать, и было согласовано, что когда будет закон, мы этот вопрос определим. Там был судебный процесс. Вы, наверное, помните, когда-то не хотели сдавать причалы, эксплуатацию принимать. Это уже обсуждался когда-то этот вопрос. Нам говорили, вы, пожалуйста, откажитесь от компенсации потом, и тогда вам будет принимать причалы. Тогда у нас был долгий спор, с министерством решали проблему, и в конечном итоге и в судебном процессе, и в договоренности с портом были такие, что мы принимаем эту акваторию на свой баланс, пока портовые сборы будет брать государство, а когда будет решаться вопрос по компенсации, по закону, мы будем ставить вопрос о том, чтобы нам компенсировали. Значит, в 2013 году вышел закон о морских портах. Он предусмотрел в законе 27-я статья, что необходимо тем, кто вкладывали деньги в гидротехнические сооружения, во-первых, это является их собственностью, во-вторых, если они собираются что-то передать, государство должно их компенсировать. Для этого должно быть специальное построение кабинета министра, которое пока, к сожалению, уже три года не издается. Сейчас проводится работа в министерстве. И второй вопрос был. В 22-й статье этого закона о морских портах было написано, что лица, которые построили операционные акватории причалов до ввода в действие закона, они имеют право получать часть портового сбора. То есть часть портового сбора корабельного, если им не получают они, а часть получает государство. При этом корабельный сбор, на самом деле, не может использоваться никаким образом. То есть кроме того, чтобы обслуживаться этой акваторией. Мы не можем его потратить никуда. Ни на свои нужды никуда. То есть это деньги целевые и штраф 200%. Вот мы фиксируем эти деньги и ждем, когда будет разрешение получено на углубление, там, на 19-м, 22-м. Мы будем, сейчас проект этот есть, и мы будем на углублять. При этом уже за это, поскольку от портового сбора получены деньги, не будет компенсация... Здравствуйте. Не будет компенсация, значит, уже осуществляться. То есть вот этот корабельный сбор, который мы берем, это не компенсация. Сначала в 2015-м году скандал был поднят народными депутатами. Поляковым еще по каким-то защитам. Они начали выступать по поводу того, что мы тут вот незаконно с министерством что-то там делаем. Мы отвечали, что все в соответствии с законом, но поскольку депутаты обратились, было внесено в реестр досудебное производство. И в 2015-м году органы внутренних дел, то есть полиция, проводила досудебное следствие по статье 364 Уголовного кодекса Украины. То есть злоупотребление служебным положением как лицами министерства, как они считают, и так как лицами как бы ТИС-контейнерного терминала по поводу того, что якобы, значит, нарушен закон. Провели это материалы, все материалы находятся у полиции, мы представили, дали объяснение, пояснение. И полиция прекратила производство 364-й за отсутствие состава преступлений. Через определенное время начались опять дополнительные то же самое наезды уже со стороны Службы безопасности Украины, которые вообще никакого отношения к этому делу не имеют. Значит, что они делают? Они тоже внесли в досудебное значит, реестр дело, но теперь уже по 364-й они не могут, они ввели по 191-й части 5-й. Что это такое? Это присвоение веренного нам имущества. То есть если бы как бы мне верили какое-то имущество, а я его присвоил, значит, вот это... Ну, уже видно из нормы этой статьи, что это просто бред. Если я сам построил акваторию, что же я тогда присвоил, понимаете? Значит, поэтому они говорят, что мы присвоили деньги, которые получаем от корабельного сбора. Но я уже сказал, что мы их можем тратить только целый способ. То есть мы не можем никак потратить на себя. Таким образом, ничего мы не присвоили. Мы написали следователю о том, что все по закону сделано, мы отправили ему все документы, он все эти документы видел, он их запросил еще раз, мы отправили еще раз им все, что мы делали на углубление. Мы считаем, что с юридической точки зрения это бред. Мы вытащили из-под глубины 6,5 миллионов кубов земли, это как бы зафиксировано, есть документы, заходят суда, как бы все в порядке. Но следователь находится в таком положении, что якобы мы что-то не сделаем неправильно, что нет операционной акватории. То есть он пытается, в законе написано, что существует операционная акватория, то есть место, где суда разворачивается, подходит и отходит. Должна быть определенная глубина. Это акватория, зарегистрирована как гидротехническое сооружение. А следователь считает, что такой акватории нет. При этом ссылается на какое-то там заключение Института государства и права, Академии наук, люди, которые никогда в жизни не видели этой акватории. И при этом, надо интересно сказать, что есть два заключения. Одно, они дали другому предприятию, что может быть операционная акватория. А здесь они сказали, что не может быть. Разные люди, но от того же Института. Какому предприятию МПУ? Ну, другому. Я сейчас не буду называть это предприятие, потому что у меня документы есть, как доказательство. Так я к тому хочу сказать, что с юридической точки зрения правовая экспертиза в уголовном деле это бред. Потому что уголовное дело, экспертам в уголовном деле существует суд. То есть перед судом нужно предъявить доказательства, и сказать, правильно это или неправильно. Оказывается давление. Самый интересный момент, который я хочу сказать, здесь происходит. Есть средства массовой информации, зарегистрированные официально, и они должны, прежде чем что-то сказать, должны прежде всего подумать, что сказать, правильно или неправильно, объективно рассмотреть вопрос. А есть фейковые средства информации, как, например, сайт 368.медиа, у нас в Одессе, который зарегистрирован в Австралии, и якобы собственник неизвестных. Хотя все знают, кто этот собственник, но он говорит, что он не собственник. Значит, так вот, что они делают? Служба безопасности Украины в нарушении закона сливает туда информацию. Это новый просто механизм. Потом эту информацию этот сайт выдает, а потом, значит, народные депутаты, значит, тут же, ссылаешь на эту информацию, начинают, как бы, заявления какие-то давать. Мы не можем никуда подать в суд, потому что фейковый сайт, его нигде нет. Значит, а народные депутаты ссылаются на какой-то сайт. И вот таким способом решается вопрос. Вы сейчас говорите о комментариях, о выступлении, заявлении на бифинге двух народных депутатов. Да, конечно. Это, в общем-то, в ЕСБУ и пришло, да? Народный депутатов приезжал. Ну, знаете, мне удивительно, если человек не знает, что такое акватория, что-то рассуждать, если он не был в порте, рассказывать, что мы что-то там паразиты, что мы там сделали. Послушайте, предприятие заработало для государства от корабельного сбора 207 миллионов долларов за этот период времени. Понимаете? При этом потратили мы около 40. Значит, и ничего еще назад не получили. Но ничего бы не было бы, проблем бы никаких бы не было, если бы они вели дело все как положено. То есть, первое, по подследственности вели дело. То есть, если бы это вела полиция, у нас бы не было никаких вопросов. Мы спокойно проходили на допрос. Второе, господин Портнов когда-то сделал уникальный уголовный процессуальный кодекс. Если раньше возбуждали уголовные дела и можно было обжаловать, то сейчас же нельзя. Сейчас берут, вносят в досудебный реестр и по факту могут это дело рассматривать хоть 10 лет. И пока не предъявят подозрения. Никому не подозрения не предъявляют. Вот мы очень хотим. Очень хотим. Чтобы вот это дело было доведено до конца. Чтобы был оправдательный приговор и чтобы я мог бы прилечь к уголовной ответственности следователя, который грубейшим образом завершает закон. Вот сейчас я пришел и говорю ему, пожалуйста, допустите меня оказать правую помощь. Я буду сидеть. Закон не предусматривает, чтобы адвокат что-то делал, кроме того, чтобы наблюдал. И там же какие есть проблемы? Протокол. Может, что-то надо подсказать человеку. Больше ничего я же не хотел. Следователь вышел и не допускает. Начинает объяснять, у вас нету договора, хотя у меня есть ордер, который является в соответствии с законом 50-й статью Уголовного процессуального кодекса, документом и моего удостоверения для того, чтобы я пришел. То есть, грубейшим образом нарушается конституция. Вот эти два вопроса, которые меня волнуют. Получается, что за наши деньги мы платим и налогоплательщикам, одни из крупнейших налогоплательщиков сегодня. Нас берут и еще как бы вот так вот себя ведут. Можешь просто приехать без маски шоу, предъявить документы. Мы и так все по документам предъявим. Тем более, что я эти документы сам в свое время, в конце прошлого года, сам предъявил и отдал в Одесское СБУ, чтобы они все эти документы видели. И сам просил разобраться. Какие документы они ищут? Они указывают? Да, они указали, какие документы ищут, но вы понимаете, поскольку приезжают люди, которые не понимают, о чем идет разговор, они все переворачивают просто и все. И я когда их спрашиваю, ребята, у вас же есть конкретные документы, давайте мы их вам выдадим и все, у нас же проблем никаких нет. Зачем делать шоу? Понимаете? Потому что люди думают, что мы тут что-то там украли, понимаете? Ну это неправильно так поступать. А в скольких отделах проводится обыск? Они проводят обыск на ТИС-контейнерном терминале и на ТИС-угольном терминале, на ТИС-руде, дома у людей, сразу это, знаете, в чем отличается совковый подход? Напугать людей и больше ничего. Я 35 лет уже занимаюсь этой деятельностью. Вот я еще не видел ни разу, чтобы довели дело до конца. Вот напугают, я понимаю, что у нас было бы какие-то там действия, убили бы человека или, например, занимались бы какой-то там деятельностью, которая связана там с Донецком или Луганском. Это я понимаю. Но создают проблему, причем не служба безопасности, я никак не могу верить. Мне кажется, что вот я сам эти документы когда-то, в 2015 году, это я пришел, когда еще начали народу делать это обсуждать, я сам пришел в местное СБУ, в Одесское, сам принес документы и сказал, вот оказывается давление, не понимаю зачем. Посмотрите эти документы, разберитесь. Я сам их отдал. Это моя была просьба, моя. Значит, прошло время, Одесское СБУ разобралось, никаких претензий к нам не предъявить. Теперь вдруг, уже после того, как все остальное, по второму кругу, и уже возбуждают дело и начинается давление. Берутся какие-то экспертизы у людей, которые непонятно, что делают. И вот это вот сегодня маски-шоу, которые никому были не нужны. Можно было прийти к нам. Так в чем причина? Подоплека? Этот вопрос надо задать Службе безопасности Украины, а не мне. Я пока не понимаю, почему люди, которые на наши деньги работают, значит, извините, содержатся, мы крупные налогоплательщики. А если так предположить такую гипотезу, выдвинуть, что вы являетесь соучредителем, если я не ошибаюсь, фонда на благо Одессы, да? Нет, это не связано с этим. Не связано. Просто дело в том, что сейчас такая конфронтация между президентом и Михаилом Саакашвили наметилась все-таки? Я бы не думаю, я не думаю, что это связано с этим обстоятельством. Мы действительно помогали фонду, но фонд на благо Одессы, он не создан был под Саакашвили, он был создан до Саакашвили. Да, я знаю. Мы действительно помогали с организациям в этом вопросе никаких проблем у нас не было. Это не под Саакашвили сознательно. Я не думаю, что это связано, вообще я не вижу тут никаких обстоятельств, связанных с местью кому-то. Я имею в виду из политических деятелей. Мы не занимаемся политикой на самом деле. Поэтому вы теряетесь в догадках. Я сейчас думаю, поскольку это служба безопасности занимается, и это не ее последствия, все думают, зачем вам это надо. Ну, знаете, года два тому назад тоже служба безопасности сюда приходила к нам и с другим делом, тоже уникальным, там была интересная штука. Они говорили, читал там в определении, что, вот, внимательно слушайтесь такое, в 2011 году, там было написано, тогда в том, они на Телезерно наезжают, в 2011 году гражданин Федоровичем в Российской Федерации, он не гражданин Российской Федерации, значит, что-то тут договорился с кем-то для того, чтобы финансировать Донецк. Оказывается, Федоровичем в 2011 году знал, что он будет в 2014 году. И тогда они под этой эгидой заходили, ломали нам шлагбаум. Я им тогда сказал, ребята, зачем вы это делаете? Вот сегодня уже 2016 год кончается, до сих пор дело ничего не проявилось. Это потому, что можно сегодня дело вести сколько угодно. Но, тем не менее, есть ли у вас какие-то версии? Понимаете, я адвокат. Я должен, если я имею доказательства, я могу на что-то ссылаться. А так, я не имею пока доказательства. Со мной никто не говорил. С меня ничего, если вы хотите сказать, не требовали. Значит, и с нас ничего не требовали. У нас просто оказывается вот такое давление непонятно для чего. Непонятно для чего. Вот это вопрос у меня и есть к органам следственным. Если мы же не говорили, что мы не хотим дать документы, можно было сказать, ребята, знаете, у вас будет обыск, или просто приехать показать, мы бы сразу все показали. Но почему не допускать адвоката? Я вот тебе говорю, чем адвокат может помешать непосредственно, значит, на месте, где обыск. Он вообще слово сказать не может, только протокол. Может смотреть и проверять. Больше ничего. Спасибо. Я этого не понимаю. Как в таком случае сейчас проходит сам обыск? Вас, как адвоката, не допускают? Там присутствуют еще другие адвокаты? Кто-то должен подписывать этот протокол? Адвокатов там нету. Значит, я, насколько знаю, вот, директор предприятия попросил, чтобы был адвокат. Они ему отказали в этом вопросе. Вышел, человек сказал мне, что он отказал. И, конечно, мы будем делать, обжаловать эти действия. Я считаю, что действия следователя незаконны. Это нарушение Конституции Украины сделано. И будем это дело обжаловать.